В январе-феврале пройдет Всебелорусское народное собрание. Расскажите, пожалуйста, как вы готовитесь к нему как депутат? Да, скорее всего, что в феврале, наверное, пройдет. Это уже шестое Всебелорусское народное собрание будет. Мы были все свидетелями предыдущих пяти, видели результаты, в общем, тех планов, которые, задач были поставлены. И сейчас мы, наверное, как и все общество наше, тоже не в стороне и готовимся совместно. Мы все депутаты участвовали в диалоговых площадках, которые, в общем-то, дали большой поток различных предложений и участвовали в общественных приемных различных. Ну и я вот на сегодняшний день знаю, что более 10 тысяч различных предложений это с диалоговых площадок и на приемах граждан в общественных приемных, которые мы проводили, вот именно депутатский корпус. Поэтому, в принципе, срез тех вопросов, которые были заданы и озвучены, они сегодня имеются и в рабочей группе, которая собирает эти предложения, и у нас в парламенте, в постоянных комиссиях. Что касается вопросов, вы можете перечислить вот еще какие-то направления более узкие? Может быть, какие-то конкретные предложения людей, которые могли бы потом повлиять на всю нашу жизнь? Может быть, в здравоохранении или в системе образования? Много вопросов есть о развитии дальнейшем нашего образования. Мы столкнулись с так называемой, скажем так, информационной безопасностью. И сегодня, может быть, те же идеологи или журналисты, которым сегодня тоже достался нелегкий хлеб, пришлось подвергнуться различным нападкам, а это надо уметь, и этому нужно учиться. Поэтому сегодня, например, вузы, которые готовят журналистов, я бы, например, добавила предмет либо факультет, который будет обучать именно информационной безопасности. Это важно. Есть вопросы по образованию, по подготовке специалистов. Меняется время и меняется востребованность, например, по рабочим профессиям, по работникам других сфер. Сегодня на первое место, опять же, выходят и эти технологии, современнейшие приходят технологии в разные сферы. От исследования месторождений, например, до медицинских различных операций, которые проводят высокотехнологичные. То есть здесь тоже необходимо посмотреть. Ну, может быть, было вот такое хорошее в Гомеле предложение, когда мы здесь были на диалоговой площадке, рассмотреть вопрос, когда выпускной экзамен в школе, он же и будет экзаменом, который позволит поступать подростку, ну, молодому человеку, скажем так. Поэтому направлений много. По молодым специалистам тоже просят, как раньше, в общем, более шире закрепление сделать наставников и эту тему поднимать, потому что это очень важно. Много вопросов, и касаются они образования, это же наше и сегодняшнее, и будущее. Поэтому я думаю, что будет очень много отдельных предложений на эту тему. А вот диалоговые площадки разного уровня, например, районного, вы в Хойниках участвовали в них, и областного. Очень отличаются направления вопросов, содержания их. Можно сравнить? Ну, да, учитывая, что в мой округ входят пять районов. Вот я в Нарвлянском была, мы разговаривали о местных органах власти. И мы были в Бранкинском районе, в Лоевском районе обсуждали, в Хойниках разговаривали на эту тему. Есть разные мнения. Допустим, кто-то говорит, что сельских советов, значит, в общем-то, они не нужны достаточно администрации, либо исполкома местного. Кто-то говорит о том, что наоборот, это же работа с людьми, и кто, как не депутаты местные, которые вместе живут на этой территории. Кто-то предлагает, допустим, развивать больше гражданское общество, чтобы люди именно сами участвовали в обеспечении каких-то благ или благоустройства на своей территории. А когда на практике реализовать? Вот участие людей в жизни общества? В принципе, у нас уже опыт работы такой есть. Это те же, например, старосты, уполномоченные, старосты домов, улиц. Есть люди активные, которые хотят принести пользу, не только лично себе, потому что у нас общество, как бы, немножко сейчас ушло, интернет есть, да, и как бы я нигде не участвую, меня это не интересует, пока не коснется, да, сегодня ситуация показала. И нам нужно вот немножечко подтянуть людей к тому, что мы не должны быть безразличными ко всем вопросам. Если я здесь живу, я живу в обществе, и я должен какой-то вклад сделать не за деньги, а для того, чтобы здесь комфортно жил, и мне, моим родным, и что-то сделать для этого. Вот поэтому я думаю, что систему уполномоченных, старост, вот дворов, улиц можно развивать, и это бесконечно, и это очень хорошее дело будет. Может быть, людей это объединит, да, и опять же, вы тему затронули гаджетов, да, кого-то вытащит из них, вернет во двор, люди начнут контактировать, общаться, знакомиться между собой соседи будут, наконец-то. Да, потому что многие иногда живут в одном подъезде, и, как говорится, друг друга не знают. Поэтому вот эта тема очень хорошая, это вот и называется развитие гражданского общества, что общество принимает участие в каких-то общественных решениях. Но раз мы затронули тему гражданского общества, полномочий, наверное, как раз можно поговорить о том, что делегатов, которые будут присутствовать на Всебелорусском народном собрании, будут избирать на пять лет. Что это значит и для чего это нужно? Предыдущие Всебелорусские собрания наши, да, проходили в таком формате, что от регионов, от трудовых коллективов партии направлялись делегаты, они принимали участие в данном мероприятии, и на этом все. Хорошо. Если сегодня Всебелорусское народное собрание придадут определенный статус конституционный, то есть уже будет в Конституции четко записано, вот, например, как парламент, да, парламент избирается там на четыре года. Полномочия. И дальше-дальше пошло. Если Всебелорусское народное собрание в Конституции вот именно приобретет вот такой статус, то, естественно, будут какие-то полномочия, естественно, будут какие-то вопросы, которые необходимо решать. Раз мы определяем стратегию развития на пятилетку и на дальнейшие годы развития, да, нашей страны, то, естественно, в течение вот этих пяти лет делегаты должны будут, ну, как минимум, контролировать принятые решения, которые вот принимались на Всебелорусском народном собрании. Ну, и следить за их исполнением, наверное. Может быть, это будут еще какие-то дополнительные полномочия, которые у них будут, как раз у делегатов. Каким этот год был вот лично для вас, как депутата? Тоже сложным. Этот год был сложным потому что, во-первых, конечно же, это другая сфера деятельности. Итак, работая зампредом в райисполкоме, знаешь, скажем так, уже в свою работу от и до, от начала и до конца. А здесь пришлось, ну, буквально вот сразу сходу учиться, понимать, познавать, куда, значит, куда двигаться, в общем-то. Поэтому, ну, где-то полгода, наверное, может быть, больше ушло на то, чтобы понимать, как пишутся законы, как необходимо готовить законопроект. В целом, в парламенте этот год для меня еще был сложным и потому что период пандемии, да, это в некоторой степени приостановило, не позволило нам в полную силу еще работать с людьми. Август, в общем-то, принес нам такие тоже вопросы, которые и депутаты, скажем так, были не в стороне, потому что и на телефоны приходила всякая гадость, и люди приходили на прием, пытались нас там вывести из равновесия. Ну, в общем-то, мы работаем сегодня и мы понимаем, что, что бы ни происходило, а мы должны разрабатывать законы и дальше, потому что от этого зависит наша жизнь. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что у вас еще будет очень много интересных планов, они будут осуществляться. Спасибо и вам всего хорошего.